видимое временно а невидимое вечно 2 послание коринфянам апостол павла 4 раздел 4 глава 18 стих мы смотрим не на видимое но на невидимое ибо видимое временно а невидимое вечно ибо знаем когда наш когда земной наш дом это хижина разрушится мы имеем от бога жилище на небесах дом неруботворенный вечный оттого мы и воздыхаем желая облечься в небесное наше жилище только бы нам и одетым не оказаться на гиме ибо мы находясь в этой хижине воздыхаем под бременем потому что не хотим совлечься но облечься чтобы смертное поглощено было жизнью на сие самый создал нас бог и дал нам залог духа и так мы всегда благодушиствуем и как знаем что водворяясь в теле мы устранены от господа ибо мы ходим верою а не видением то мы благодушиствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у господа и потому ревностно стараемся водворяясь ли выходя ли быть ему угодными ибо всем нам должно явиться предсудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое и так зная страх господень мы вразумляем людей богу же мы открыты аминь христос воскрес воистину воскрес христос приветствую всех братья и сестры я сейчас читал из послания второго апостола павла в коринф 2 коринфянам самый конец 4 главы и начало уже 5 главы дамы и господа братья и сестры действительно божье слово это послание апостольское оно является частью божественного слова частью откровения бога человеком частью библии нового завета и божье слово устами апостола павла говорит что видимое временно невидимое вечно и божье слово здесь в этом прослали в этом послании божьем послание через апостола павла данное и коринфянам и второе письмо было написано вдохновлено таким вдохновением таким божьим и к нам ко всем это послание обращаются сегодня и называет наши тела вот нашу как оболочку хижиной мы живем в этой хижине есть кстати книга очень хорошая интересная книга хижина и фильм вышел такой хижина но там совсем немного иное но само слово созвучно вот действительно как там допустим фильме там или книги действительно раскрывается таинство определенное такое как бога бога познания таинства так вот здесь интересно в послании новозаветном мы видим что хижина это вот наша вот оболочка вот которые мы мы снимаем будем договорить и у господа и потому что видимая она временно невидимая вечно почему это место писания хочу сегодня адресовать сегодня вам дамы и господа братья сестры в традиции нашей православной много всего есть как говорил святитель божий филарет дроздов еще в 19 веке что в православной нашей традиции сохраняясь как истинное предание так и ложное предание его спрашивали владыка как же нам отличить истинное предание от ложного предания если все это есть в нашей восточной православной церкви он говорил так братья есть истинное пророческое слово есть библия святая и то предание которое противоречит духу и букве писания является ложным преданием от него нужно будет рано или поздно избавляться а то предание нашей восточной церкви православной который не противоречит духу и букве писания является истинным и его надо сохранять и приумножать и в 19 веке конечно никакой реформации такой серьезной не могло быть и речи церковь была полностью подконтрольное государство цесарь и папизм махровый в самых извращенных его формах царю тогда на просторах российской империи и конечно филарит раздов молодец конечно он высказал по крайней мере это он имел смелость хотя бы это сказать но сделать конечно это не чисто практически никак не мог ничего подобного и лишь уже потом в его преемниках и последователях уже в начале двадцатого столетия это стало возможным частично хотя бы уже при том 1905-6 год когда союз если помните питерский петроградский союз 32 значит знаменитый а потом уже зарождение обновленчества в колпино под петербургом в самом петрограде вот насчет по северо-западу и и по всей тогдашней империи а затем и по всей по всей россии и другим странам бывшей российской империи начавшееся обновленческое православное движение кстати мы приближаемся уже к столетнему юбилею нашего движения в двадцать третьем году будем отмечать значит столетие официально де юре уже православного обновленчества потому что официально 9 мая это будет праздник у нас день победы православного обновленчества в 1923 году это состоялось поэтому в 2000 в 2023 даст бог это состоится насчет как торжество и здесь москве и в петербурге и в киеве в разных городах мы отметим это все конечно в идеале было бы в храме христа спасителя московском потому что я верю что бог откроет двери этого храма обязательно и позволит многим священноначальным ну как бы епископом архиепископом митрополитом русской православной церкви действительно вот размечили сердца и бог будет способствовать тому чтобы в этом храме где начиналось обновленчество во время собора значит двадцать третьего года что там и было отмечено торжественно всей полнотой российской церкви православной и всех других юрисдикций творят трудящихся трудящихся на территории россии и других стран бывшего союза чтобы мы вместе вот всей полнотой православии и христианства в целом чтобы протестанты наши братья католики разделили нашу радость вместе в этом храме христа спасителя вот насчет их но это пока вот моя молитва об этом прошу вас поддержать в этом обязательно и молитвенно и финансово всячески поддержать этот проект слава богу вот и хотя если не будет возможности такой понимаете ли все от бога здесь все чисто господу молимся если не будет такой чисто физической возможности быть в храме христа спасителя тогда мы сделаем какую-то не знаю или как голограмму или там или фон какой-то такой интерьера храма христа спасителя потому что это знаете ли это действительно чудо что в этом храме тогда ставшим символом православной реформации обновленчества проходил тот собор и девятого мая 1923 года председатель собора архиепейский пантанин грановский пророческих раз так и провозгласил что это что это день победы православной реформации православного обновленчества так и есть дамы и господа действительно 9 мая мы не просто над фашистской германией вспоминаем победу а мы вспоминаем сильно победе гораздо больше и гораздо серьезней победы православного обновленчества православной реформации но знаете ли друзья и верю что тогда были лишь первые толчки этого пробуждения начале двадцатого столетия но сейчас начале уже двадцать первого столетия сто лет спустя пришло время настоящей широкомасштабной реформации как православии вселенском не только на территории бывшего российской империи и безбожного этого атеистического советского союза но и вообще планетарном масштабе вообще реформация как еще говорил в третьем столетии экклезия сембар реформанда значит церковь непрестанно реформируется и провозглашалось киприаном карфагенским архиепископом это слово в третьем веке действительно всего тела христов это касается так или иначе всего тела иисуса христа вот и католической церкви православной и протестантской церквей церквей и касательно православия конечно очень важно молиться сегодня расширение реформации в частности вот наша молитвенная жизнь в этом послании говорится о видимом временном они видимом вечном и всем приследилище христово предстоит предстать друзья мои чтобы получить соответственно тому что мы делали живо в теле доброе или худое пусть был благословит нас делают доброе и пред его лицом даст совершиться великое чудо слава богу на этой земле воскресивший христа из мертвых бог наш святой и голова отец наш небесный он воскресит и нас и нас православных воскресит и поставит пред собою слава богу всемогущему пусть по благословит пусть бог благословит и пробудет всех спящих христиан спящие конфессии динаминации воскресит всех мертвых христиан насчет мертвые души станут живыми через евангелие христа иисуса через имя иисуса христа воскресит всех нас слава господу православных благоставляю всю православную церковь и здесь в россии и все юрисдикции старого нового обрядов насчета благословляй во имя господне и по всему лицу земли как православный архиерей как обновления с «Реформатор» сегодня я благоставляю священническим благоставением. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Господу Христу! Ну и прославим Господа нашим православным песнопением. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав, всем нам жизнь даровав. Слава Господу